Всем доброе утро, дорогие друзья. Совсем скоро в Красноярске пройдет фестиваль осознанного потребления «Гарашка». И сегодня мы встречаемся с участницами и с организаторами данного фестиваля. Дарья Никитина, управляющая фестиваля «Гарашка». Даша, расскажите, пожалуйста, что такое фестиваль «Гарашка» вообще в целом, чему он посвящен, как туда можно попасть? Итак, фестиваль «Гарашка» — это фестиваль осознанного потребления. И наша команда старается сделать так, чтобы жители разных городов России узнавали все больше и больше о том, как обменивать свои старые вещи, как их продавать и как сделать лучше для экологии не только нашей страны, но и в принципе в мире. Фестиваль будет проходить впервые в Красноярске, сейчас он реализуется уже в шести городах России и будет как раз-таки впервые проходить в Красноярске и в Калининграде. Вот. Суммарно у нас внутри фестиваля будут проходить различные площадки. Сами площадки будут направлены и включать в себя направление свопа. Это возможность такого обмена вещами, когда вы приносите свои вещи в хорошем состоянии и обмениваете на другую вещь в таком же хорошем состоянии. А можно просто прийти без своих вещей и что-нибудь забрать в хорошем состоянии. На самом деле это очень актуальная сейчас тема. И как вот в голову пришла идея создания этого фестиваля? На самом деле вот наша создательница Александра Терентьева, она жительница города Новосибирск. И начинался в принципе сам фестиваль там, но начинался он с простой гаражной распродажи. У Александры был свой магазин одежды. И после лета осталось очень много одежды, которую хотелось поскорее и подешевле распродать. Да. Но в городе не оказалось хорошей большой гаражной распродажи. Поэтому Александра вместе со своей подругой начала проводить ее сама. Ну а позже команда начала развиваться, расширяться. И это стало целым фестивалем, который включил в себя не только возможность гаражной распродажи, да, когда участники действительно могут продать вещи, которые им не нужны, но и зоны переработки, сортировки, когда мы собираем у участников торсырье, зоны, в которых мастера как раз-таки продают свои изделия ручной работы, потому что мы очень хотим поддерживать местных предпринимателей, чтобы люди... Проводить на уровень, на новый уровень. Хорошо. Подскажите, пожалуйста, вот вы уже начали говорить о том, что будут работать разные площадки. Какие еще будут, кроме своп, да, правильно я назвала? Какие еще будут площадки? Итак, помимо свопа будет маркет, про который я ранее упоминала, да, это возможность приобрести у местных предпринимателей изделия ручной работы. Далее у нас есть зона созидательная, мы ее так называем, потому что она помогает людям задуматься или научиться чему-то новому. Это зона, в которой у нас проходят мастер-классы, разные интерактивы для наших гостей, фестиваля. Зона, в которой вы можете сдать на переработку вещи, соответственно, можете также приносить вторсырье для сортировки и дальнейшей переработки. Вот. Ну и помимо этого, сам фестиваль, он подразумевает еще некоторый досуг, поэтому... Развлекательная программа. Да, 100% везде. Да, я уже планирую, куда идти и когда мы спросим в финале нашей беседы. Пока что представим вам Анна Милованова, мастер по изготовлению фамильяров, и Мария Владимирова, мастер по изготовлению свечей у нас еще в студии. Здравствуйте. Доброе утро. Значит, расскажите нам, пожалуйста, почему решили участвовать и с чем зайдете на фестиваль? Ну, с чем-то с волшебным, фамильяры же, это же спутники ведьмочек. Ну, на самом деле, не обязательно ведьм, на самом деле, да, сами фамильяры, это понятие из эзотерики, но конкретно вот мои создания, это фамильяры, которые могут жить у простого человека. Но стоит сразу оговориться, что несмотря на то, что это такие вот милые маленькие существа, это совершенно не детские игрушки, это как раз-таки коллекционные игрушки. В них взрослый смысл заложен, да? Ну, они для взрослых людей. Извини, товарищ. Они как бы для взрослых людей, почему? Потому что, во-первых, они немножко хрупкие, то есть не подходят для активной игры, детальки полимерные, и несмотря на то, что я их укрепляю, все равно резкие какие-то движения, изломы не защищают их от поломок. И к тому же они как все равно эзотерическое такое небольшое создание, то есть дух-помощник, дух-хранитель, это больше история про взрослых, про тех, кто умеет созидать, да, то есть просто вот посмотреть, полюбоваться, там, пошевелить различные... Поверить в чудо? Ты оставил рядом с кроватью, да, и ты будешь думать, что сон будет крепкий, да, что тебя кто-то оберегает. Здорово. Ну, вот как я люблю рассказывать, что это друзья, которые вас никогда не бросят, не придадут, с ней можно делиться всякими секретами. Да, особенно если вы живете один или одна. Хорошо, так, Мария, у вас будут свечи, тоже необычные, правда же? Да, все верно. Я занимаюсь свечами. Основа моей концепции – это волшебные свечи берегини. То есть здесь тоже у нас заложен небольшой мистический смысл. Берегини – это оберег для дома, для своего хозяина. Это языческая, да, славянская? Да. Это свечи, которые нужно прожигать с желанием, с намерением на исполнение каких-то желаний. Выполнены они из натурального пчелиного воска и раскрашены вручную. Слушайте, ну, мне всегда казалось, что вот такие подобные работы, которые, допустим, вы сегодня нам принесли, ну, жалко. Ну, чтобы они стояли и радовали глаз, да, потому что, если ты уж хочешь использовать какую-либо свечу, возьми простую, столовую, а такую красоту оставь. Ну, для такого случая у меня есть специальные ароматические свечи, которые мы как раз будем жечь по вечерам. У нас сейчас уже осень, у нас уже сейчас самое то время. Самый сезон. Да, чтобы можно было зажечь свечу, насладиться приятным ароматом, хорошо провести время за чашечкой какао перед любимым фильмом в пледе. Ну, это там на любителя уже, да, кому какао какой-то другой напиток. Ну, вот смотрите, рядом с берегинями я вижу, что там есть такой брутальный лев. Да, все верно. Это кто он? Берегин? Кроме волшебных свечей, я также занимаюсь и свечами интерьерными. Здесь можно как раз посмотреть, это одни из чистостей части мужской коллекции. Боссу какого-нибудь подарить, да? На рабочий стол или там, не знаю, в кабинет, домой в конце концов. Слушайте, я вот тут посмотрел, что вот здесь у нас используется такой стандартный фитилек, да, а здесь уже кусочек деревяшки, да? Все верно. Это для чего? Это чтобы был эффект присутствия камина. Он трещит. Он будет очень приятно трещать. Да вы что, ничего себе оказывается, какие можно идеи внедрять. И я знаю, что после использования таких фитилей нужно его будет обламывать, то, что обгорело, чтобы он продолжил дальше так же. Болыми руками и горящим желательно. Эффект будет поразительный. Хорошо. Дарья, тогда расскажите, где пройдет фестиваль, потому что вот это часть той красоты, которая будет, правда же, да? Ой, видите, что это уникальные действительно изделия ручной работы. Куда приходить? И сколько брать с собой денег? Деньги берите все, которые есть. Правильно. Так, ну а мы ждем вас 14-15 сентября с 12 до 7 вечера по адресу Креативный кластер Квадрат, улица Красной Армии, 10, корпус 4, на третьем этаже. Хорошо. Прекрасно. Вот и прекрасные планы на эти выходные. Спасибо вам большое, Дарья, спасибо большое, девушки, за такую красоту. Я уверена, что у вас обязательно это все приобретут, потому что я бы очень хотела и свечки, и вот эти фамильяры, чтобы меня оберегали где-нибудь на полочке возле моей кровати. Спасибо огромное. Продолжим эфир. Продолжение следует...